Я знаю, что мы поделим, что сейчас нам надо уже против Путина, сейчас, значит, пойдем громить. Вам это интересно будет узнать? У нас всех перевели на 0,25 ставки. 0,25 ставки? Да. С 1 сентября моя зарплата 5 тысяч. В месяц? 5 тысяч? Да. Здравствуйте, дорогие друзья, и сегодня мы берем интервью у кандидата филологических наук, доцента Омского государственного университета имени Достоевского Ольги Петровны Ермаковой. Ольга, здравствуйте. Начнем с того, что я не Ольга Петровна. Очень забавно мне было. Ольга Львовна, господи, что, почему Петровна? Нет, не надо, не надо, не надо, пусть это будет, что это живое, понимаешь, это живьем. И мы говорили, что ужасная бяка, если ты перепутал отчество. Это ужасно вообще. Ольга Львовна. Лучше бы ты меня Иван Андреевичем. Иван Андреевич. Ну, вы поняли, кто я. Что такое русский менталитет? Ой, вы знаете, я, может быть, не смогу точно дать этому определение, но я могу сказать, что он абсолютно своеобразен, абсолютно своеобразен, очень серьезно отличаясь от менталитетов других народов, даже населяющих эту же Россию. А вот если точно, буквально пара точных определений, вот что определяет русский менталитет, в отличие от европейского менталитета, американского и прочих? Витечка, я так тебе скажу. Вообще русский менталитет меня занимает давно. У меня есть, с моей точки зрения, богатейшая коллекция анекдотов, посвященных теме русский менталитет. Поэтому я отвечу тебе так. Говорят, что американец – это гражданство. Скажем, француз – это национальность, а русский – это судьба. Судьба. Собственно, не убавить, не прибавить. Причем, понимаешь, именно судьба. Судьбина, рок, фатун. То есть быть русским – это судьба. Иногда я еще в последние годы стала использовать такое определение. Мы у бога не очень хорошо получились, поэтому ему с нами теперь неинтересно. Хорошо. Скажите, как вы относитесь вообще к образованию в России? К высшему школьному образованию вообще? Как оцениваете со стороны? Как я могу к нему относиться, если я учительский ребенок? То есть я в школе выросла, папа у меня чуть не 40 лет в школе отработал. Я сама в образовании, все мои подруги в образовании. Это моя жизнь. И с горечью, ну, наверное, я не знаю, может быть, это возраст, когда кажется, что раньше все было. Трава была зеленее, и вода была мокрее, и образование было образованнее. Но вообще могу сказать, что грустно, в общем-то. Вслед за Лермонтовым, я повторю, печально я гляжу на наше поколение, его грядущее или пустое, или темно. Потому что хуже стали дети, менее образованными они стали. Они не стали быть менее умными, они не стали быть менее любопытными, они стали менее образованными. Если были вещи, которые раньше, понимаешь, они по определению были. Я знаю наизусть таблицу умножения, я знаю энное количество там правил математики, знаю формулу сокращенного умножения, знаю немножко химию, немножко физику, хотя в школе я училась уже дцать лет тому назад. То современным ребятам, понимаешь, не стыдно не знать совершенно истории. Им абсолютно фиолетово. Пётр Первый, Александр Первый, Николай Первый. Для них плюс к вам перфект. То есть давно прошедшее время, скажем, Советский Союз. И мало что они знают из тех областей, которые непосредственно относятся к их жизни. Они, конечно, крутые детки идут. Они хорошо используют гаджеты, они смеются над нами, которые набирают смс-ку достаточно долго, в отличие от них, которые набирают их в кармане пяткой левой ноги. И тем не менее, и тем не менее, они не читали, они не смотрели, они не знают этих имён. Они плохо ориентируются в географии. Они абсолютно ничегошеньки не знают из истории. И они пишут с диким количеством ошибок. А самое главное, они не стесняются этого. Скажите, а чем это, может, связано? С качеством образования или всё-таки это их вина какая-то? Это, может быть, какая-то невоспитанность, бескультурность, которая порождает вот эту неграмоту? А вот я скажу свою искреннюю точку зрения. Понимаешь, когда люди перестали лазить по деревьям, им перестал быть нужен хвост. И он постепенно отвалился. Смысл быть грамотным. Смысл быть образованным. Если нет конкретной мотивации, а зачем это мне? А зачем это мне? Зачем напрягаться, если я могу не напрягаться? Зачем мне учить математику, если я могу её не учить? И так далее, и так далее. Я понимаю, что жизнь меняется. И совершенно не обязательно это всё помнить. Но дело в том, что если не приведи Господи, сядет батарейка в его смартфоне, он ведь 2,3 на пальцах сложить не сможет. Поэтому, мне кажется, изменяющиеся условия жизни не требуют от человека быть образованным. А раз это не требуется, хвост отпадает. Понимаешь, да? Если раньше люди понимали, не будешь учиться в школе, пойдёшь дворником работать. А сегодня ты будешь учиться в школе, ты будешь учиться в университете, ты будешь учиться в аспирантуре, а потом дворником не сможешь устроиться. Скажите, вот недавно появилась новость о том, что очень большое количество выпускников получило медали. Золотые, серебряные и прочие. 20-17% в регионах. Ваша позиция по этому поводу? Я категорически, так сказать, не принимаю подобные позиции, потому что как педагог я отдаю себе отчёт, что такое получить золотую медаль. Поэтому это инфляция, это абсолютное непонимание того, что на самом деле собой представляет золотая медаль. Я могу сказать по себе, как человек, который много лет принимает вступительные экзамены, я не один раз наблюдала, как те, у кого есть медали, не в состоянии заполнить бланк вступительного заявления в ВУЗ, портя один бланк за другим. Потому что человек без ошибок даже своё отчество написать не может, при том, что представляет в приёмную комиссию золотую медаль. Поэтому безумно жаль, но всё у нас продаётся, всё покупается, в том числе и золотые медали. Ольга Львовна, вот с позиции педагога сравните образование в Советском Союзе и в России сегодня. — Видите, в чём дело? Это разные вещи. Это как сравнивать, например, там, я не знаю, сладкое и мягкое. Понимаешь, да? Были плюсы и там, были минусы и там, были, видимо, существуют какие-то плюсы и сегодня. Наверное, общего больше, чем различного. Дело в том, что в Советском Союзе было обязательное образование. Так ведь, да? И человек мог быть уверен в том, что его ребёнка в школу возьмут и в школе чему-то научат. Тот минимум, который давала советская школа, это очень хороший минимум. Это очень хороший минимум. Я могу просто искренне совершенно, может быть, я ошибаюсь, но я искренне в этом. Я хорошее педагогическое образование получила, я педучилище закончила у нас здесь в Омске. То есть я по образованию учитель начальных классов по первому образованию. И я могу сказать, что советская школа давала очень широкий кругозор ребёнку. И большинство школьных учителей честно и добросовестно, в силу отпущенных ему судьбой способностей, выполняли свою работу. Что творится сегодня? Вы знаете, я в школу давно уже не захожу, мои собственные дети выучились, а внуки только начинают учиться. Причём не в Омске, поэтому мне трудно что-то по этому поводу сказать. Но я могу сказать, что уже в первом классе родители доплачивают за дополнительные уроки. Какие дополнительные уроки нужны первокласснику? Да, да. Я не знаю. Но вот это отношение к школе как к учреждению, которое оказывает образовательные услуги, у меня, например, вызывает резкое отторжение. Я не хочу оказывать образовательные услуги. Всё упирается именно в это оказывание услуг. Понимаете, оказывание услуг – это маникюр, педикюр, баня. И когда к этому приравнивают школу, я не могу. Я уже, так сказать, человек ушедшего поколения, уходящего поколения, как мне сказали недавно, бронтозавер. Так вот, я не хочу оказывать услуги. Я 38 лет не оказывала услуги и не хочу их оказывать. А вот всё-таки парадоксально, на самом деле, вроде бы Советский Союз не так далеко ушёл от нас, да, казалось бы. И то, что было с образованием в советское время, и то, что сейчас, как мы уже сравнили, поняли, вроде бы недавно всё было. Куда всё подевалось, вот просто насчёт раз. Значит, Витенька, существует такое третье начало термодинамики. Развалится всё само. Понимаешь, зайчик? Для того, чтобы что-то сохранилось, надо в это вкладываться. Не вкладывались. В 90-е всё потеряли, да? Поэтому, мальчик мой, так же, как наши дома, хрущёвки рассыпаются. Я живу в доме, которому почти 50 лет. Ни одного капремонта не было. Он пока ещё стоит, но чихать мы в нём уже боимся. Так и современная школа. Посмотри, здание школы, в котором я училась, в котором мои дети учились, которым сейчас уже тоже под 40. Она стоит, эта школа, толком, в общем, сверху так слегка её подмазывают. Но ведь это не только стены школы стоят. Ведь это и всё, что в этой школе, вся эта начинка, она тоже, она, в общем, дышит на ладан. Понимаете? Поэтому, с моей точки зрения, прежде чем выдвигать требования к современной школе, ах, вы такие сякие, того вы нам не додали, того вы нам не сделали, давайте всё-таки вначале хороший хозяин сначала корову кормит, а потом её дует. Вот как раз насчёт хозяина, министр образования у нас Ольга Васильева. Что они скажут о её деятельности? Ну, во-первых, начнём с того, что, в общем-то, довольно мало ещё времени прошло со времени назначения данной дамы. Ну, вот, вы знаете, вот пусть в меня бросит камень тот, кто сам без греха. Я человек достаточно уже взросленький. Мне кажется, что работать, серьёзно, по-настоящему работать, должны молодые люди. Тридцать, сорок. Понимаете? То есть, когда на серьёзнейший пост назначают человека постпенсионного возраста, в силу огромного количества факторов, я считаю, это не дело. Не дело. Здесь рутина, здесь усталость, здесь косность мышления. Как исполнители мы ещё куда с добром. Но как закопёрщики? Вот, мне кажется, что ставить в качестве руководителя серьёзного министерства человека в возрасте ближе к 60-ти, не совсем верно. Вот, не совсем верно. Хотя, конечно, мои ровесники меня за это... Могут поругать. Могут поругать. Я высказываю своё личное мнение. Вот. Симпатично то, что тётенька имеет образование, непосредственно культурное образование. Она дирижёр-хоровик по первому образованию. Посмотрим, поживём-увидим. Поживём-увидим. Она просто ещё слишком мало успела сделать. Но вот, опять же, я могу по этому поводу вот что сказать. Вы понимаете, годик она будет входить в себя, как нам сказали. Вот выбрали там депутатский корпус. Год они будут входить. Ребята, нам некогда раскачиваться. Вы понимаете, оно же всё несётся. Нельзя. Поэтому, конечно, надо брать быка за рога. Надо брать быка за рога сразу. Надо не раскачиваться, надо работать. Но вот пока, так сказать, вот, если я не ошибаюсь, года ещё не прошло нахождение в этой должности. Поживём-увидим. Хотя, вообще-то, особого энтузиазма нету. И оптимизма тоже. Насколько нам известно, вы гражданка Израиля. Да. Что вас связывает с этой страной? С этой страной меня связывает очень и очень-очень многое. Дело в том, что в силу целого ряда обстоятельств наша Россия многонациональное государство. У нас людей, в чьих жилах течёт несколько кровей, я думаю, гораздо больше, нежели тех, кто может гордо стучать себя пяткой в грудь и говорить, я истинный грузин, или я только русский, украинец и так далее. Недаром ещё во времена Карамзина говорили, поскреби любого русского, найдёшь там татарина. Дело в том, что я просто полукровка. У меня родители принадлежали к разным национальностям. И поэтому я знала это всегда о себе. И я думаю, что любой человек, даже тот, в ком нет ни капли еврейской крови, слышал что-то о государстве Израиль, слышал что-то о святой земле, о Иерусалиме. В конце концов, о Христе что-то слышал, который тоже некоторые отношения к этой земле имел. И я скажу так, было у меня заветное желание, я отдавала себе отчёт, что оно совершенно неисполнимо, когда-нибудь, когда-нибудь одним глазком посмотреть на землю Израиля. Я так сама себе это объясняю. Я вела себя в этой жизни хорошо, и получилась такая у меня возможность оказаться в Израиле на неделю с поездкой. Я туда съездила на неделю. Я просто заболела этой страной. И первый раз, стоя у стены плача, попросила об одном. Если можно, хотя бы ещё разок сюда вернуться. Потом вернулась ещё разок, а потом ещё разок. А потом я узнала, что у нас в Омске достаточно активно работает еврейское культурное общество. Я стала принимать участие в его работе, в концертах еврейского ансамбля, клэзмерского, шалом 21 век. Сначала чуть-чуть из-за кулис, потом мне доверили вести концерты. И потом, короче говоря, закрутилась. А потом оказалось, что есть такие программы в Сахнуте, в еврейском культурном обществе. Программы обучения в Израиле. И на такую программу, конкурсную программу, совершенно случайно, мы не рассчитывали на удачу, нам было просто интересно, получится или нет, прошла моя младшая дочка. Она уехала учиться в Израиль, ей было 14 лет. И через месяц она мне позвонила и сказала, мам, я по тебе скучаю. Так что маме было некуда деваться. Мне пришлось брать отпуск без содержания и ехать смотреть, как там моя лялечка в Израиле. В результате я на 4 года в Израиле задержалась, пока дочка там училась, доучивалась там 12 лет учиться. И оформила, в конце концов, гражданство. Ольга Львовна, вы были в других странах, кроме Израиля? Вот в сравнении с Россией, где лучше, где хуже? Вот личное наблюдение. Ну, опять же, жуткую вещь скажу. Сталин-то не дурак был, когда железный занавес сделал. Понимаешь, да? Когда люди не видели. Есть стихи у Юрия Левитанского. Жаль немного вас за то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили, и не узнаете. И в этом вся печаль. Дело в том, что, давайте скажем прямо, 86% нашей страны не имеет загранпаспортов. Никогда никуда не выезжали. Даже если у тебя загранпаспорт есть, ты никогда никуда не ездил. Понимаешь, или ездил там, я не знаю, в Турцию, и за пределами отеля ничего не видел. Мне пока еще не встречалась страна, которая показалась бы мне неинтересной, некрасивой, неприятной. Когда кто-то из... А у меня есть такие подруги, знакомые, соседи. Говорит, что я там не видела? Я ответить могу одно, а ты ничего там не видела, поэтому не имеешь права судить. Кстати, о тезисах мы еще поговорим. Путина поддерживаете такой вопрос в лоб? Знаешь, вот есть такие организации, Бешеные бабки. У них, значит, на груди написано, мы за Путина. Они там ходят, громят штабы. А, отряды Путина. Я, значит, в Бешеные бабки не записываюсь, нет. И среди этих бабок у меня родственников и знакомых тоже не существует. Но записываться в другие, мы против Путина, сейчас, значит, пойдем громить то-сюда, я тоже не стану. Я просто, как называется, давно жила, много чего видела. Жила я до Путина. И, может быть, когда-нибудь буду жить после Путина. Вы стопроцентно знаете про Алексея Навального, про фонд по борьбе с коррупцией. Да, читаете, вернее, читали предвыборную программу, да, Алексея, на сайте читали. Вы знакомы все-таки с последними новостями из оппозиции. Интересуйтесь этим. Скажите, вот каковы шансы Алексея Анатольевича стать президентом, вот на ваш взгляд, личный взгляд? Знаешь, такой был фильм «Полет над гнездом кукушки». И там была одна фраза, но я хотя бы попытался. Вот я искренне скажу, шансы ноль целых фиг десятых. Но не попытаться было бы неправильно. Вот так я скажу. Хорошо. Тоже вопрос в лоб, как и про Путина. Навальный, ваш президент. Я скажу так, можно всех посмотреть? Все, кто из Жириновского, Зюганова. Нет, ну дайте мне альтернативу, из какого ряда выбирать, да, если никто и Навальный. Поэтому так я не могу сказать. Только он, и больше никто. Я сторонница того, чтобы был выбор. Понимаешь, не один из одного. Вот тогда это будут выборы. И если будет выбор, то почему он не имеет права быть одним из кандидатов? Ну так. Хорошо. Вот недавно вышла новость. В Калининграде студенты отчислили из вуза за организацию митингов в городе. Вот как педагог, как вы относитесь к тому, что учителя в школах и вузах проводят целые лекции на тему, как не надо ходить на митинги и вообще сидите молча и не надо что-либо говорить на эту тему. Вот как вот вы к этому относитесь вообще? Я категорически против того, чтобы на занятиях поднимались такого рода вопросы. В свободное от работы время, когда я дома, позвони мне по телефону, и я с тобой на эти темы поговорю. Если я считаю, что я должна уберечь всех своих деток от тех или иных опасностей, я буду звонить своим деткам в свободное от учебы время. Но когда трибуна лектора используется именно вот в таких целях, я категорически против. Я не имею права на занятиях, условно говоря, по английскому языку, по физкультуре, по бог весть чему, заниматься тем, чего просит моя душа. Я должна выполнять свою работу, ту, за которую я получаю зарплату. Поэтому если данный лектор не получает зарплаты за агитацию в пользу той или иной партии, я считаю, что он не выполняет свои прямые служебные обязанности. Вот так. Нельзя. Нельзя этого делать. Ольга Львовна, напоследок, скажем так, пройдемся по тезисам, которые чаще всего говорят школьникам, студентам, когда как раз агитируют против митингов и прочего. Основные тезисы я сейчас прочитаю. Это говорят, в принципе, не только преподаватели, но и даже родители, бабушки, дедушки, молодым людям. Как бы вы ответили на эти тезисы? Первый тезис. Навальный хочет революции и Майдана, как в Киеве. Да, ну глупости это. Глупости. Глупости. Дело в том, что не бывает, понимаете, бунта ради бунта. Понимаешь, маленький ребенок орет, его спрашивает, а что он орет, что он хочет? Он хочет орать. Понимаешь, да? Любой бунт имеет причины. Поэтому я не согласна с тем, что он хочет просто бунта. Он хочет ходить и орать, махать флагом. Нет, нет, это не так. Навальный агент Госдепа. Ему америкосы платят. Печеньками. Чем угодно. Да, но это настолько, как вам сказать, настолько бредовые вот эти высказывания. Ведь я даже всерьез их воспринимать не хочу. Знаешь, то же самое, что, я не знаю, там, квадратная луна или земля на этих самых. Ты видел? Как наш президент Путин любит говорить? Адреса явки. Так, ты видел, как ему платят? Не видел. И я не видела. Значит, не говори об этом. То есть, то же самое можно сказать про тезис Навальный, агент Кремля, в свою очередь. Поживем, увидим. Понимаешь? Дело в том, что такие бывают иногда совершенно немыслимые вещи, которых представить себе было невозможно. Поэтому Бог весть, кто чей агент. Бог весть, кто у нас Карабас-Барабас, а кто куклы-марионетки. Поживем, увидим, жизнь покажет. Я не думаю, что надо слепо доверять всему, но и слепо отрицать. А кто его знает? А может быть. Еще такой тезис, цитата Киселева, знаменитого пропагандиста. «Не будьте лохами, вас разводят». Ваш ответ на это. Так, мой ответ, Киселев, это за гранью вообще познание добра и зла. Это нельзя ни смотреть, ни цитировать, ни воспринимать всерьез. Это то, что просто вообще не абсурдаемо. Понимаешь? Следующая цитата, но уже Владимира Соловьева, известного журналиста. Те, кто вышел на эти митинги, это дети коррупционеров. Два процента дерьма, цитата заканчивается. Если бы я знала, что ты мне будешь такие цитаты приводить, я бы тебя лучше учила. Ну, это все-таки было на радио и сказано таким человеком, что... Это отвратительно, это мерзко, это стыдно, это позорно. Я думаю, что, как это называется, парень, как говорят англичане, тут парень наверху, все видит. Поэтому и Киселев кошмарный совершенно, и Соловьев, с моей точки зрения, кошмарный, непрофессиональный. Они за все это несут ответственность перед своей совестью. Я всерьез это даже обсуждать. Пойдем дальше. Такой тезис. Навальный тоже вор и жулик, и вообще он уголовник. Вот такие тезисы говорят студентам и школьникам. Вот как им на это отвечать? И вот как бы вы ответили? Ты знаешь, что я ответила бы так. Я считаю, что с дураками связываться, это как метать бисер перед свиньями, это еще в Библии было сказано. Этого не надо делать. Понимаешь, надо просто повернуться и уйти. Ибо это не уровень дискуссии. Не уровень дискуссии. Что значит Навальный уголовник? Я, например, следила очень серьезно за всеми его уголовными делами. Я, например, следила за тем, как происходит расследование, например, вот этого последнего покушения на него. Недалее, как вчера, объявили, что дело закрыто за невозможностью отыскать запечатленных на видео мерзавцев, которые практически, в общем, покушались на жизнь человека. Поэтому что мы будем всерьез рассуждать о доверии к нашей современной судебной системе? Потому что это не уровень дискуссии. А вот если говорить об уровне дискуссии, вот такой тезис, и, в принципе, он достаточно основательный для тех, кто заявляет это. Вы не знаете, что было в 90-х. Сейчас намного лучше. И спасибо за это Путину. Так, я на этом могу сказать, я знаю, что было в 90-х. Сейчас намного хуже. Кому за это спасибо, я предполагаю, тому же. И последний тезис, который чаще всего говорят именно в школах. Вам еще рано заниматься политикой. Вы слишком молоды. Лучше учебой займитесь. Я по этому поводу скажу вот что. Мне, например, могут сказать, а вам уже, бабушка, поздно заниматься политикой. Вы идите, значит, тратьте свою пенсию. Лучше подумайте, значит, о душе и о том, о 75-м, о 10-м. Это никогда не рано и никогда не поздно. Быть порядочным человеком никогда не рано и, наверное, никогда не поздно. Я так уважала, так ценила и любила. Был такой Георгий Ильич Мирский, которому было около 90. Он ушел в прошлом году. Такой умница, такой умница. Наверное, это уже сказали бы поздновато уже. Ему заниматься политикой. Нет, нет, нет. Быть не сволочью никогда не рано и никогда не поздно. Вот так. Скажите, вот строки Роберта Рождественского. «Я люблю свою страну, но ненавижу государство». Сейчас оно насколько актуально, на ваш взгляд? Может быть, вы как-то перефразировали бы эту фразу? Ну, я не буду говорить подробно о творчестве Роберта Рождественского. Я не считаю его большим поэтом, не считаю его глубоким мыслителем. И фраза эта мне не нравится. А как бы тогда вот сформулировали? В контексте сегодняшнего времени? Я сказала бы так. У нас очень хорошая страна. У нас очень хорошие люди, которым крепко не повезло. Знаешь, вот я уважаю это мнение. Те, кто родился в России, изначально выбрал уровень хард. Понимаешь, да? Нас не спрашивали, родиться здесь или не родиться здесь. Но те, кто здесь родился, в общем, очень-очень жесткий выбрал уровень. Очень тяжело этим людям. И поэтому не хочу бросать камни. Хочу жалеть. Потенциал огромный. Страна хорошая. И людей много здесь хороших. Ну вот, с уровнем нам маленько не повезло. Про ненавижу не могу говорить. Не могу говорить. Не хочу. В свете сказанного, каково вообще наше будущее? Вот такой вопрос. Возможно, слишком общий, но ваш личный взгляд. Ну, заворачиваться в простынки и без паники ползти в сторону кладбища, я не думаю, что это то, чем мы должны заниматься. Я больше склонна к другому девизу. Делай, что должно. И пусть будет, что будет. Если я на своем месте, на котором я нахожусь, не буду делать подлости. Знаешь, как говорят интеллигентный человек, тот до пакости делает без удовольствия. По минимуму буду делать подлости. Как говорил маленький принц, чистить свою планету. Пусть будет, что будет. Пусть будет, что будет. Ольга Львовна, спасибо большое за интервью.